Друзья, всем привет! Сегодня у нас тема кортизол, как нормализовать кортизол и можно ли повлиять чисто внутренне на эту историю. Я расскажу, что на это влияет и как можно себе помочь, как себя поддержать. Конечно, кортизол и адреналин два таких момента, которые связаны. У надпочечников эта история очень сильно задействована. И гормоны тела пособствуют тому, чтобы вы приспосабливались к стрессу, либо его избегали. Стресс это не всегда плохо, иногда это даже хорошо. Это помогает адаптироваться, это помогает двигаться. Но длительный стресс изнашивает полностью тело. И я скажу так, что стресс максимально можно убрать, используя адаптогены, правильное дыхание, сон и интервальное голодание, плюс принимая витамины. Витамин В, особенно В1, важен при стрессе, он очень быстро расходуется. Так же, как и магний и калий. Плюс обязательно интервальное голодание, которое помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Это не значит, что вы там едите один раз в день или просто с перерывами. Гормоны помогают телу, но чем больше стресса вы испытываете, тем больше надпочечники истощаются. И, соответственно, это хорошо делать короткими такими вспышками, но не в долгую, не в длинную. И если вы постоянно в стрессе, организм может начать блокировать сам себя. И хронический стресс вызывает огромные-огромные трудности, которые распространяются на все области жизни. Скажу вам, что дистресс это та вещь, которую, в принципе, испытываем мы все. И у стресса есть такая история, как проблемы с пищеварением, проблемы с механизмом бей-беги и катаболический эффект, плюс эффект, который разрушает стероидный гормон и стероидный профиль. И это супер важно, потому что психический стресс влияет на максимально физику, а физика уже влияет на психику. Поэтому максимально-максимально старайтесь беречь себя в тех ситуациях, в которых вы оказываетесь. Будь вы за рулем, будь вы в какой-то катаклизме оказались и пытаетесь это разрулить. В общем, все вещи, связанные со стрессом, бывает же стресс еще и физический, из разряда вы не подходящий, не поели, съели то, что вам не подходит. Либо, например, вообще были голодные несколько суток, потому что работали, может как-то. Ну, в общем, такие физические моменты, они тоже сильно влияют. И на стресс влияет дефицит микроэлементов. Я сразу говорила, что люди из разряда неадекватные, у них часто вот эта вся история про магний, про витамин D, у них намного хуже, намного больше снижено, чем у людей, у которых выше толерантность к стрессу. Надеюсь, это понятно. Если вам полезны мои такие простые видеоролики с ответами, пожалуйста, поддержите канал лайком и дайте обратную связь. Забыла вам сказать. Ну, как всегда, напоследок, подписывайтесь в телеграм, здесь я пока не могу вам писать посты, а в телеграме постараюсь ответить и написать.